Какая есть менее урожайность? 50 с половиной. На круг, да? А зиму 268 вчера убрали, 52 с половиной. На одном поле там 75 гектаров, подсолнечник у пшеницы, сорт Дмитрий, 61,2 центра. А на какой площади есть менее вы убрали? 460 гектаров. А какая площадь хозяйства? Площадь общая? Да. У нас общая площадь хозяйства 8072 гектара. Какая структура? 460 азимович меня, 3684 зимы пшеницы, чуть больше 1000 гектаров льна, чуть больше 1000 гектаров кукурузы, чуть больше 1000 гектаров подсолнечника, 123 свеклы, которые единственное у нас не по нулю, а по дисковке. Кстати, мы в прошлом году урожайность получили почти 600 центров выше всех проявленных. Какое количество у вас бинарных посевов ваших? Ну, в прошлом году пробовали на 100 гектарах, в этом году на 130. И ваше впечатление? Увеличено. Впечатление? Да. Ну, то, что мы в прошлом году получили подсолнчик сорт Донской 60 на уровне с гибридами. Пионеровские. Цена не ожидают. Ну, пионеровские, сингентовские обуви. Во-вторых, то, что у нас люцерна, донник остался для улучшения подробности. То, что у нас там растительные, большие растительные остатки, снегозадержание там и все остальное. То есть, ну и плюс эффект того, что по бинарам, подсолнчик развивался совсем по-другому, чем там на 10 гектаров, было просто без бинаров. То есть, раньше он подошел, раньше засох, и урожайность там на 2 трети меньше, чем по бинарам посеву. А как вы это объясняете? Это пусть ученые объясняют. Николай Андреевич, а что вы скажете? Я считаю, что азот, побеньки азота, скорее всего, повлияли на или совместная корневая система, можно сказать, подсолнчика и люцерна и донника, дала определенные результаты на прошлое. А многие боятся, что наоборот, две культуры будут конкурировать за влагу. А у вас получается, что... Ну вот мы по этому году, я вам говорил, что этот год, своего рода, для нас, вот, 7 лет занимаемся, или 8-й год, эксперимент, ну, тело в условиях влаги. В условиях Аргентины. Да, первый год, когда влажно. У нас сейчас уже 274 мм выпала осадка с нового года, а в мае выпало 136 мм, ну, в том числе, там, за полтора часа 118 мм. Вот, как раз, в той бригаде, куда мы сейчас едем. Поэтому я с Андреевичем звоню, разговариваю, Андреевич, я боюсь, что у меня донник опередит подсолнчик. Ну, нет, буквально вот за считанные дни подсолнчик выскочил даже. А обычно какое количество у вас в среднем многолетнем влаге в году? Ну, 350-400. Скажите, а под какими культурами доник, под какими люцерном? Вот, подсолнчиком. Ну, и сейчас пшеницей. А, потом, видите, вот после, в прошлом году выращивали, так, после подсолнчик убрали, часть оставили донник на семена, часть, половина поля донника лифосатом весной отработали, посели кукурузу. А на люцерне с подсолнчиком, после подсолнчика посели озимую пшеницу, да. Единственное, что вот Андрей все время говорил, там, возможно, мы еще уберем семена люцерна после уборки пшеницы. Ну, посмотрим сейчас, или, может быть, мы больше дозу дали гербицидом этим образом. А, возможно, вот то, что применили азотное удобрение, может такое быть? Ну, может быть, да. Может быть, слишком лостота пшеницы. А сколько давали торрадо перед посевом? Ну, перед сеймой кукурузу, да. По подсолнцу, по пшенице. Не, нет, по доннику или по люцерне. Или вы не обрабатывали? По люцерне не работали. Нет, просто в нее все или все? Прям посеяли, а зима пшеница, по люцерне, все, да. А весной, вернее, когда кукурузу сели, да, перед сеймом обработали лифосатом и посели кукурузу. Ну, тоже с первым годом норму. А весной по этому, а зиму пшеницы чем отработали? Мы работали... Из гербицид? Сирока, сирока, да. Из гербицид? Нет, ты мне что, по бинарным поселили? Да, да, да. По бинарным работали балерины, там, 0,3. Придавили немножечко все, да? Да, да, ну, так считали, что мы придавили, а там, может быть, мы и сильнее сработали. У вас посмотрим. А вы это поле еще не убирали, да? Нет, нет, оно подойдет в самый последний. На зеленом стоит. Питание очень серьезное. И питание благодаря именно... Благодаря люцерне, да. Вот это нужно понимать. Я постоянно говорю, что только лишь вот этот момент... А мы, кстати, посмотрим. У нас напротив этого поля по подсолнечку, посеянная зимная пшеница. И там же, можно сказать, подсолнечку, цельную разницу начали. Виктор Иванович, а удобрений сколько дали, вот, где был люцер? Давали вообще удобрений? Весной? Да, да. Ну, дали, да, по своей глупости, да. И, в принципе, на этом... Можно было не давать? Не получить. Можно было не давать, да. Вот, следующее. Ну, было 100, стало 130. Что-то динамика какая-то не очень. Слабоватая, да? Да, в чем причина? Или еще не готовы это? Ну, не то, что не готовы. Мы хотим вырастить свои семена, чтобы не покупать. Пока в этом причина, да. Сейчас вот доник уберем, и когда его к люцерну получатся, то, в принципе, тогда можем увеличивать. Зацикляться они все. Вопрос еще. Мы будем на бинарное переходить, потому что, помимо урожая, помимо того, что цена на семена, подсолнечка, дешевле. Другой вопрос. У нас очень много культур, которые по Евролатину нельзя сеять. После действий. Да, после действия. Нут, свекла, рапс. И вот, когда начинаем там на последующие годы искать культуру, все обороты не получаются. Куда размещать, проблемы. Да, поэтому... Ну, вот это наша тоже пшеница. Тоже вопрос. Солочек. У нас каким междурядем сеется? А что она немножко полегла даже, да? У нас междурядя от 17,5 до 22. На Жандировских 22, а 19 на Жерарди и 17,5 на 7 Семиата. Так, сколько у вас селок и какие еще у вас такие? У нас на 8 тысяч, значит, селок. Три зерновых Семиата. Одна Жерарди 10,7 или 10,9 по-моему. И одна Жандировская зерновая на 11 метров. И три пропашных. Две селки Жандировских и одна Семиата. Восьми реколы. В принципе, успеваем. Мы до 1 мая все пропашные заканчиваем. Все заканчиваем. Почему такой набор разнообразный? Это поиск был или это... Разнообразный структура? Поселка. Не, поселка. Почему? Ну, не один вид, а три. Если бы сейчас кто начинает, они приехали бы меня, спросили бы, какой я бы сказал. А тогда мы сами учились. Во-первых, в то время, кроме, наверное, Семиата, то, что на Украине Академия фирма распространяла, ну, может быть, в Агросоюзе нам еще раз. В Агросоюзе нахожу, чуть-чуть не то. Свои селки продавали. Больше никаких вариантов не было. Да и плюс учиться нам было проще на 4-х метровой. Потому что, когда начинали, получится, не получится. Вот чем и было. Психология. Единственное, что я успокаивал своих специалистов. Я говорю, ребят, ну, смотрите, вот мы зашли с селкой по кукурузе, по подсолнечку, вазимую пшеницу посеяли. Уже выход есть. Даже если урожайность будет ниже, там, или одинаково, все равно выгадали. А когда получили еще урожайность, выше, там, на 6,5 центера вазимой пшенице, там, на 5 центера ячменя, тогда уже варианты, варианта уже не было. Переходить на утилу или нет. И посчитали затраты на каждом гектаре, мы сэкономили по нулю 2,5 тысячи, прикинули 8 тысяч, 2,5 тысячи, 20 миллионов можем сэкономить в год. Видите, мы до этого дошли сейчас. В прошлом году 24 миллиона прибыль. Соседнее хозяйство, я послежу за информацией, за экономикой хозяйства. Только, как Риман, вот, 21 миллион получил у всех, там, 300 миллион. То есть, ну, показали, чтобы кредиты получать. На самом деле, у всех убыток. То есть, вот эти 20 миллионов, они, как раз, выскочили, прослушливые, пошла выйти. А вначале было сопротивление? Что? Агрономы. Агрономы, механизаторы, как они воспринимали? Да, я даже, как я, я даже пугался, проезжаю, когда стоят бодылки и думаю, бог ты мой, не дай бог не получится. Будут показывать пальцем у виска, понимаете? Поэтому психология долго менялась. Особенно у тех агрономов старых, которые всю жизнь пахали, там. Вот у меня сейчас, в основном, агрономы все молодые. Ну, в заключении, там, одного моего возраста, который, в принципе, сторонник всех. Остальные, в принципе, или ушли, там, кредитационного возраста. Ну, по крайней мере, ребята молодые, которые после института, им легче разобраться. Так что, в принципе, все посевы по нулю. Ну, скажу, что за прошлый год, допустим, год был очень засушливый. По сути дела, за счет того, что мы работали по наутил, наша урожайность оказалась по зерновым выше в районе на 17 центров. Если мы получили 49 центров, в районе 32 центра. То есть разница 17 центров за счет того, что растительные остатки, за счет того, что ноль. Этот год, я уже коллегам говорил, для нас своего рода испытание наутило во влажных условиях. С начала года выпало осадков 274 миллиметра. В том числе за май 136, вот где-то, вот в этой бригаде у нас стоит станция, значит, за час 15, 118 миллиметров. Конечно, основная часть влаги там ушла, вот во враги там, но, по крайней мере, по нулю большая часть осталась. Поэтому здесь нет растительных остатков? С краю, да. Вот с краю, это как раз образец того, что не надо делать. Хотя при таком сильном дожде, да, и растительные остатки поднимались и уходили. Ну, это стихия, от него никуда не дается. Вообще, по поводу стихии, когда ко мне приезжает страховая компания, говорят, застрахуйте там посеевы и так далее. Я говорю, ребят, у нас единственная страховка, ну, утил, мы не будем страховать. У нас в любом случае мы урожай получим. Даже пусть он будет низкий, но он всегда будет выше, чем у других. 8 тысяч 72 гектара. Где-то валовую продукцию в ценах реализации где-то на 250 миллионов. 30 тысяч. Значит, я могу сказать, что мы не спешим, даже сейчас мы не спешим продукцию продавать, потому что с прошлого года еще порядка 20 миллионов еще в остатке. На счету, на счету. Ну, на счету, на счету, естественно, да. Мы не спешим продавать. Рентабельность в каком уровне? Рентабельность 15%. Ну, вы понимаете, чтобы это четко знать и четко определить. Понимаете, рентабельность 15%, но мы не продавали подсолнечек весь, мы не продавали кукурузу, нут не продавали. Если бы мы все это продали, может быть и 30, и 40 было. Построили 3 склада, говорю, и 2 зерна сушилки поставили, да? Ну, я так шучу просто. То есть, если 15% брать, это вы общую по хозяйству берете как-то. За год, с учетом всех затрат. Производство на амортизацию на 50 езди. Чтобы было достаточно. Значит, нас, ребят, если мы сомневаемся, нас устраивает. У нас самая высокая зарплата в районе, у нас самые высокие налоги платим в районе, у нас самая низкая в районе кредитовская задолженность на гектар, у нас производство самая высокая на гектар. В отношении борьбы за работу, вот объясните это то, что люди будут... А сколько работают все это? У нас 100 человек, но из них 16 сторожей, потому что объекты разбросаны. Что касается, вот Андрей еще подсказал, работы, значит, весной работа только... Вообще у нас всего 4 вида единиц техники. Комбайны, треклора, селки, обрыскайте. Больше ничего не надо. Значит, весной посеяли, и все, остановились. Основная масса механизаторов борется между собой, кто будет опрыскать. Больше никаких работ нет. Убрали, сейчас уборка заканчивается. До сева рапса, или даже до уборки подсолнечной кукурузы где-то 2 месяца. Делать нет никаких работ. Мы же не пашем, как раньше, вот призыв комбайн с поля был в бороду. Значит, всех своих механизаторов, там, работающих отправляем на море. Вархис, кто не хочет, там, на море. В конце года, там, вот 25 человек в прошлом году был в санаторий Дон. Отдыхали. То есть, четвертая часть посетила санаторий. Расход солярки какой на гектар? Значит, я уже 17 лет работаю, вот, когда пришел, было 6 тысяч гектар земли, тратили 750 тонн. Значит, сейчас, это в то время выходило, но потом меньше, где-то выходило 80-85 литров на гектар. Сейчас, в прошлом году, 30 лет, 29,1. А что сюда входит? Перевозка зерна входит? Конечно. На месте, за исключением свежей. То есть, это и все работы полевые, и плюс перевозка зерна? Да, да. То есть, семена и... А себестоимость, то она что получается? Значит, себестоимость по пшенице, реализация была всей пшеницы 8400, себестоимость, по-моему, 300 или 5400 пшеницы была. Подсолнечек, по-моему, 7 рублей, около 7 с лишним был. Кукуруза, тоже около 5. Реализовали подсолнечек. Селили пропашной селкой жандировской подсолнечек с этой стороны, а с той стороны, под небольшой диагналью, сели Жерарди Семена Донья. В тот же день или по очереди? Это пропашными или зерновыми? Пропашная села подсолнечек, а зерновая с ящиками для мелкосеменных. Работа с... Подсолнечкой какой нормой сели? Ну, 5 килограмм, наверное. Ну, дело в том, что он-то... Покупаем там, тоже сели, не особо такой селибровый. А откуда семена дали? Перенос порос? Перенос порос, вы предъявите, что это такое? Срок села. Это Донску-60. А вы протравливали? Или они уже готовы? Ну, не знаю. А где, где семена? А не помните срок села, когда сели? Вспомню. 9-го отпраздновали, попили водки и 10-го начали. Вообще, ну, может, вот остаться... Ворьба сорняка нет. А какие тут сорняки? Мы перед селом обработали и высота, по-моему, 2 литра, и трофи 2 литра. Прямо одним пакетом, да? Ну, вот на Дограну. Полтора месяца всего? Ну, вот посчитайте, 10-го мая сколько? Полтора месяца. Да. 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 Викторёв. А после пустоты, я не знаю, что будет. Вот сумочку берёте... Уберём, посеем вазимую пшеницу. Или оставим донник на семенах, или мукурозную пшеницу. А с донником как будете бороться? С донником что будете держать? Донник, семена уберём, и оставим семена, и потом возьмём его... Нет, вы хотите... Донник растёт до следующего года. Да, в следующем году... Он двухлетний. Если, смотря, что мы сеем кукурузу, значит, весной лифосатом донник уничтожаем, и сеем кукурузу. Вот мы поедем, посмотрим. Ну, и донник что оставляет после себя за первый... Донник? Да. Да, но вы ещё не видели, какие тут корни, и сколько там клубеньков будет. А, а значение силоборота... Ну, ещё, ещё мэтрена, да. Угу. Ну, мы осенью, по-моему, приезжали, вот Андреич там экспериментировал, вырывал там вот корень очень. Как вы оцениваете значение силоборота в основе вашего хозяйства? То есть, силоборот, насколько он важен для вас, и как строго соблюдаете вас? Ну, естественно, мы не сеем там подсолнечек по подсолнечку, пшеницу по пшеницу не сеем. В принципе... Ну, в основном подбираем культуры, которые дают серьёзную прибыль. Для нас, в принципе, те культуры, которые я называл, там пшеница, кукуруза, подсолнечек, лён, лён нут. Вот, пять основных культур, те, которые составляют основу. Ну, предположим, у вас есть сейчас таблица, и вы через пять лет в Комполе что-то будете расти, можете сказать? Или всё-таки это будет меняться? Ну, сейчас меняется. Почему? Потому что мы сейчас хотим, чтобы у нас окупнённые силобороты были. Может, где-то какой-нибудь... А так, в принципе, через два-три года мы уже спокойно будем там массивы, там, по пятьсот, пятьсот, семьсот гектаров. Ну, пожалуйста, я послушаю. Жерарди, Жандир, Семиата. Вот эти три, да? Ну, а как Жандир по сравнению с Жерарди и Семиата? Знаете, я обычно привожу такие слова Мальцева-Семиотча. Аранмия, она уникальна в каждом хозяйстве, понимаете? Квалификация специалиста, набор техники, влага, силобород. У всех по-разному. Вот как я могу сказать, что вы применяете эту селку или другую? Нет, ну, вот Жандир соответствует Жерарди. Ну, вот просто по... Все селки, все селки нормально работают. Бажно? Отлично работают. Ну, у вас пшеница практически через год бывает, да? Ну, почему? Ну, если у вас половину земли под пшеницей... Ну, через три года, наверное. Да, ну как? А почему отказался от Семиата? Я отказался? Да. Не нравится? Мы работаем с Семиатой. Или обслуживание. Как с запчастями? Ну, селка работает еще до сих пор. Ну, единственное, конечно, тяжело с запчастями, потому что агромир там, вроде как развалился. А так-то селка хорошая? Ну, мы с нее начинали. Как я могу сказать, что она плохая? Потому что это... Это... Это наша мать ровная. Сколько лет она уже у вас пользует? Это вот 8 лет получается, да? Да. Вот селочек. Ну, диски еще не меняли. Вот они хотят износить на сантиметры. Но сеем не на шею, допустим, на 5. Ничего. А потом, как соживай. Ну, запчасти. Все надо ремонтировать. Ну, по крайней мере, я вам скажу, что экономия... Вот я посчитал за три года. 19-й, 19-й год, там, и 19-й. Значит, средства защиты уменьшились. Запчасти однозначно уменьшились. Вот сами посудите. Трактор тянет блок, дисковый и все остальное. Режон только селок. Нагрузка разная, и не работает. Плюс по запчастям. Баронки, культиватор. Что ломается в основном? Дисковые, там, естественно, плуги. У нас этого не ломается. У нас их нет. Нечего ломаться. Нечего ломаться. Поэтому экономия... Даже экономия по удобрениям, по средствам защиты. Единственное, что нет экономии по заработок. Она, ну, может, она сильно не увеличивается, но, по крайней мере, она... Не падает. Стоянная величина, но увеличена. Не настолько сильно, но, по крайней мере... Диск какого? Висевающий или... Основной режущий. Ну, не диск, ничего не меня. Не, не... Нет, вот это и внашивается. То, что берите, там, на сантиметр оснащил. Какое-то? Ну, это на семенаты, которые... Первая, первая, которая уже 8 лет работает. Ну, тем не менее, если мы на 6 сантиметров селили семена, ну, 5 на 5 селили. Вот, вылезли, когда сглезают. Вот, Николай Андреевич, жандир, жандир. За полтора месяца, да? Кто спрашивал, работает или нет? За полтора месяца. Да, уже, а я всем говорю, подъезжаю рано. Вот, вот, видите, розовые. Вот они. Вот. Вот видно. Вот это вот. Видно ли, вот она. Куда он делся? Да, 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 видно. Видите? Вот они розовые, вот они розовые. Полбеньки. Да, они работают на плодородии, нет проблем. Вот и много. Садонник как раз. Да, это донник. Да, вот, да, капали. Ну, вот они все. Более. Перед севом разбросали по центру сульфата аммония, по 2,5 центра аммечной селитры и сеяли с центром аммофоса. А затем еще карбонидом поработали 10 килограмм по листу вместе с микроэлементами. И потом еще, по-моему, 5 килограмм с хилатом цинка. Это по грузии? По грузии. На какое вы планируете здесь урожай, вот это, внестение удобрения? В этом году именно центров 60 должно быть по грузии. В прошлом году засушливым мы 45 центров получили, и 46. А некоторые поля, может быть, и по путешественнику удачные, или, может, там дожди были и 60 давали. А по подсолнечку, вот мы рядом проезжаем, какое здесь питание? По подсолнечку, значит, сеяли с центром аммофоса. И затем работали с микроэлементами и 10 килограмм карбамида. И плюс вот сейчас, вот, наверное, за неделю до цветения бором обработали. Здесь, как бы, обработок обором дают эффект. Считаем, что... Да, с каким-то образом. Микроэлемент. А равно он там проводил, до этого проводил там эксперименты. В принципе, он там каждый... Каждое новое удобрение, каждые новые семена там где-то эксперименты делает. В прошлом году здесь уже были, ну, основная масса, наверное. Здесь был подсолнечек по доннику. Венец донника. Донника. Бинарный посев. Да. Вот в прошлом году, в принципе, это поле оставили до весны. А половина поля оставили под семена донник, вот видите. И сделали диссекацию и посеяли. На половине сделали диссекацию и посеяли кукурузу. Но я скажу, что вот здесь край, он даже хуже, потому что здесь боялись уничтожить донник, поэтому тут гербицидов меньше унесли. А дальше, особенно, здесь долго засыхал сам донник под кукурузой. В принципе, я даже боялся, что здесь ничего не получится, потому что весной отработали торнадо, 2,5 литра, по-моему, давали на гектар. А донник очень трудно засыхал. Кукуруза маленькая была. Но потом меня агрономы начали успокаивать, мы заезжали на середину, там, в принципе, даже кукуруза, несмотря на то, что донник еще не совсем был засохший, кукуруза развелась нормально. Ну, что получится, увидим после уборки. Рядом поле поедем, там был подсолнечник с люцерной. Убрали подсолнечник, по люцерне посеяли сразу же осенью, ну, азимую пшеницу. Алло, ну, вот, уважаемая коллега, Виктор Иванович сказал, поле в прошлом году было посеяно подсолнечник с донником, там с люцерной, и вот эта часть, вот семена, будем убирать на семена, а здесь кукуруза на зерно. Затем все, это поле будет отведено под посев азимой пшеницы. И вот обратите внимание на интенсивность окраски кукурузы. Это без удобрения. Я, Виктор Иванович, просил, Виктор Иванович, пожалуйста, сюда не вносите удобрения. Ну, если получите меньше, вы говорите, ну, 30 гектаров вам экономику не подорудят. Чтобы и для него была понятна, вот, роль бобовых культур на плодородии пушки. И самое главное, кукуруза это ползайца. Зайц будет на азимой пшенице. Вот если не вносить сюда удобрения, ну, может быть, при посеве, но лучше ничего не делать. И по доннику, и по кукурузе посеять азимую пшеницу. Вот, Виктор Иванович, я вам, чтобы вы запомнили, по доннику, вот, по семену, азимая пшеница даст меньше, чем по кукурузе. Здесь прибавка будет, ну, как минимум 10-15 центров. Я объясню почему. Минерализация растительных остатков донника здесь уже началась, уже кукуруза потребляет те элементы питания, которые освобождаются в процессе минерализации. Здесь они еще находятся в связанном состоянии, и к посеву азимой пшеницы в том объеме они не мерализуются. Вот это нужно будет понимать. И вот напротив у нас азимая пшеница по подсолнечнику, ну, обыкновенные посевы. Здесь был подсолнечник, и здесь был подсолнечник. Обратите внимание, мы сейчас перейдем на бинарные посевы азимой пшеницы с люцерной, который... Ну, подсолнечник, но здесь с донником, а там с люцерной. Здесь мы оставили донник. Ну, и вот корневая система там, где у донника. Видите, вот все это. Вот он плов, который двухлетний донник, который рыхлит почву. Зачем нужно глубокое рыхление, если он проникает в почву до 5 метров? Карнадо настройки не влияет? Нет, не влияет. Нет, нет, нет. У него в семена пройти возможности нет? Вот, в принципе, уже часть семян. Десекацию в зависимости от этого состава сорняков? Ну, по 2-2,5 нужно будет давать. За 10-12 дней до убора. Ну, сейчас уже можно работать. Сейчас можно работать. И через недельку, в день 10, как погода, и будет можно убирать напрямую. Но выбирайте. Себя неудобно, чтобы вы не потеряли. Чтобы вы не переживали, что это влажные семена, вот которые бурые, это будет... Записывайтесь на вопрос. Все нормально. 5 с плюсом. Ну, здесь они сели. Ну, а вы себя было протирать. После подсолнечника зимая пшеница. А здесь зимая пшеница после подсолнечника с бинарным посевом. Вот в правой руке я сорвал просто-напросто... Какие попало? Какие попало там и здесь. Вот сравнивайте. Один и тот же сорт. Один и тот же предшественник. Вот, беру колос. Любой. Вот. И это. Это слюцерная, да? Это бинарный посев. Это бинарный посев. А это подсолнечник. 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 Еще раз. Поблизь. Ну, вот, колос. Любой беру. Вот колос. Обыкновенный. Здесь любой беру. Любой. А это полюцервер. Ну, этот больше. Не больше, а этот больше. Этот больше. Все будут. Вот, пап. Начал вырвать. Незавидимый экспертом. Да, да, да. И смотрим. Посмотрите, насколько мощнее колос там, где была подпитка органикой, да? Азотом. Да, биологическим азотом. Азотом вот так, чтобы... Да, да. Вот, вот. Там, где биологический азот был, и где, может быть, положили удобрения, а сухо, и они не усваиваются, не усваиваемые формы. А здесь клубеньки работают, пожалуйста. Разница. 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 С бинаром и без бинара.